доброе утро всем чарли опасность он их чувствует кстати смотрите вот это вот тоже как это рождественский цветок только уже цветок превратился в дерево действительно так сильно растет ну и чё ты там сидишь сегодня как-то знаете прохладник такой сквознячок ледяной потолок ледяной дверь скрип получать смотрите как у нас тут красиво апельсины и вот эти вот магазин уже открыт во сколько же он открывается ну иногда я прихожу он еще закрыт иногда открыт наверно как встанет так и открывается у меня там яйца варятся салат буду делать редиску тут достала в общем огурцы редиска лук и яйца мне сестра двоюродная так надоумила она говорит ей нравится я тоже так делала пару раз вкусненько получалось небо и кампус ездил у меня там тележка овощей и фруктов вот выхожу из алькампу гляжу он от моей машины что-то капает по ходу вода помните говорила вода это закончилась в машине сняла отправила мужу говорю у меня вода льется ну там ничего сказал что это чё то непонятно чё ему то понятно это мне непонятно сейчас домой приехала ничего не льется стою в очереди сейчас же вести дистанцию надо соблюдать правильно кассе стоишь то есть три там за 3 9 земель от другого человека ну я иду я с тележкой своей как всегда я свою тележку ввожу стала такая и вижу баба такая прям баба есть женщина не люблю баба баба это прям баба тележка значит у нее до самых не хочу до самого наглой мордой встает впереди меня и с мужем или с кем там даже если честно не обратил внимание значит там где и в общем одна касса другая касса она стала между то есть не туда и не сюда и да я стою она такая значит что-то там с ним разговаривает но сейчас там посмотрим сюда туда там не знаю куда но я говорю ну да конечно и слышу что она в общем хочет впереди меня просочиться но я-то как говорится молчать не буду никогда в жизни я такая говорю ну встанете но после меня ты после пришла я курс мысли бы это вы стоите не туда не сюда говорю определить сюжет тут вы стоите ли там и пришли вы после меня что-то она там начала попить и она так они такие шумные а я уже приветил другую эту кассу где вообще уже народа почти нету и а я такая с гордой подходит доставайтесь вы здесь говорю следующий раз встаньте на одну кассу они туда и сюда и говорю это что разрабатывается и ушла и самое интересное что я смотрю я уже расплатила все она встала можно сейчас буду плакать как горько мне все за это какой ее лук хедреный твою мать что она встала не в ту кассу в которой я была а совсем а в рядом которая представляете терпеть ненавижу когда вот так люди туда мужа поставят туда поставят дочку и сама на третьей кассе либо так бегает туда-сюда не знаю куда но я не осталась долгу я уже много раз говорила молчать не буду стряпочку я культурно все выскажу чтобы следующий раз людям не было повадно правильно а то что это такая наглость превышает все возможные параметры так сейчас покажу что купила ой блин какой же он ядреный а и мне нужно поставить макароны варить я купила вот такие чипсики попробовать они так заманчиво меня манили это сыр ну видимо что сыр такой вот типа филадельфи блин ногти еще пока не отмылись и с карамельным каким-то закормить закарамелизированным луком пробую я перед едой ну немножечко могу себе позволить чипсиков что-то не пойму обычные чипсы короче чипсы они и в африке чипсы кабачки купила хочу суп крем сделать когда-нибудь у меня же еще полная кастрюля щей ну надо я их хотя бы через день буду есть чтобы не надоедать я хочу хочу сегодня сварить спагетти у меня есть соус песту и вот салатик забацать клементинки взяла 2.50 здесь 2 килограмма помидоры взяла вот такие рубль 04 вышло они по рубль 49 килограмм яблоки здесь 2 килограмма а нет полтора килограмма португальские они вот маленькие удобно что маленькие потому что это перекус у меня если большой сожжешь это уже целый целая еда будет они что-то 2.50 стоили полтора килограмма хурмы на 2.31 взяла рубль 59 килограмм картошки мы картошку не очень ну как мы ее любим мы ее все но не едим часто поэтому как бы но должна быть всегда для супа там или еще что-то вот 49 копеек саму дешевую взяла и яблоки вот такие вот как я помните раньше говорила антон типа антоновки мужу понравились очень такие яблоки и вот я ему сейчас взяла мне не очень а вот ему понравились но они дорогие эти вот стоят рубль 99 подешевели кстати были 2 почти 3 евро а сейчас рубль 99 три яблока мы взяла хватит два пакета молока и усел вот так вот а то у меня что-то там одни булки с пирожками лежат в это где фрукты должны быть надо сюда все положить мой обед кстати соус бесту из лидла очень вкусный салатик всем приятного аппетита сижу я ем мороженку под присмотром потому что отсюда я его прогнала так он вот там уселся и лежит что-то там ждет на смешной такой еще хочешь ты тоже любишь сладкое да вот другая поза ням 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 няшечки какие ням ням няшечки это как пломбир в стаканчике я уже много раз расскажу как это делаю на чарли вам короче когда я входила два последние раза на пляж там у нас в порту чё-то типа стреляют не стреляют не знаю чё но минут двадцать тридцать вот так пум пум вот может быть раз в две минуты стреляют и в общем чарли это запомнил и все он не хочет идти бэнте вам а я хочу тогда дойти вот до той дороги там перейти на ту сторону и по полям рубануть но он даже вот сейчас не хочет вот он там сел и сидит я его в последние разы вообще на руках несла это было конечно жесть бэнга ваму может быть я когда бегом бегом он за мной бежит может быть поможет видите помогает но ненадолго бэнга ваму метику что-то стреляют там вот я последний раз блин всех прокляла всех короче собрала обматюкала чё они там стреляют непонятно что они там делают прям вот как будто знаете из выстрела пум и вот я сейчас тоже слышу откуда-то оттуда и каждые вот две минуты вот этот вот пум-пум чарли весь трясется вот он видите садится в траву и сидит так что на пляж наверное я буду пока отложу и не буду ходить блин тут вот как пролезешь там прохода никакого нету блин а мне вот на ту сторону надо ну-ка чарли чарли ваму параки бэнь параки там прям дорога не ну для меня то конечно это не препятствие в общем сейчас пролезу ну что мы пролезли чарли собаку параки сразу радостный он понял что мы туда не пойдем вот чтобы понимали да собаки все понимают видите он радовался что мы туда не пойдем и все кстати снег лежит у нас даже знаю с 18 числа через четыре дня по моему да сегодня какое число 14 открываются горнолыжные курорты у нас но они у нас с той стороны не с этой стороны этих гор а с той стороны и вот будут там специальные стоят пушки такие снежные которые если вдруг снега не хватит но вот по телевизору показывают что в этом году хороший сезон был бы вот слышите наверное не слышите если бы не этот вирус то сезон был бы замечательный по моему спросили траву и пахнет так вкусно ай с кушаной травой сегодня представляете шумно подождите вот чем у меня же машина там что то вот вода вроде бы вылетает вылезает выплывает маму и вот я сегодня значит такая думаю решила посмотреть сколько же воды ушло из моей машины и пошла налила бутылку а буквально на днях вы знаете помните что и у меня сильно мотор нагрелся там вентилятор не выключался и мы туда 6 литров влили воды в общем пустой бак был из под воды чтобы осуждать мотор и я налила полтора литров в бутылку и пошла машина думаю сейчас откроет капот я знаю куда воду заливать и посмотрю много ли у меня течет воды и большая ли это проблема вот и значит открыл я изнутри капот а там же еще и снаружи надо его открывать какая то кнопочка там я полчаса вокруг этого капота ходила залез вот так пальчиками туда вот так и туда и сюда и нет никакой кнопки я да твою мать да как же ее открыть то а вот он полу открытый а все равно что то там мешает я и тырк и пырк и никак и с одной стороны и с другой стороны подойду к этому капоту а я ж дотошная я ж если не открою я ж не буду самой собой я уже хотела в это в ютуб лезть как его гребаный капот этот открыть опять этот рычажок изнутри блин а он открытый вот хожу думаю ну не должно быть тяжело и так и сяк я если честно так и не поняла как он открылся но видимо что то я нажала в общем открылся воды там ушло всего пол литра то есть проблема нужно решать но но она не такая глобальная как я думала смотрите вот у нас картошка ну наверное будет месяца через три картошка свежая у нас зимой все сажают тут вот капуста походу в этом на этом поле тут вот опять капу картошка видите ее походу даже еще чем то обрызгали вот я знаете что не знаю есть ли тут колорадские жуки вот кто в испании живет вы не в курсе есть ли тут колорадские жуки потому что я что то не ну раз опрыскивают то значит какие то вредители все таки есть это походу салатные листья салат а это пальмы тоже кстати на продаже давно так по полям не ходила в общем вот так вот ну блин капот вот я даже специально вышла из дома и тырк и пырк и не знаю как а мне же интересно сколько у меня воды там вылилось в общем муж сказал что воскресенье там с другом посмотрит чё почем и как какая деталь не нужна конечно к механику там можно везти ну в три раза дороже поэтому пока посмотрим если своими силами а если не управимся то уже нужно к механику везти да чарли вот тут он не боится тут он герой вот там вот где то далеко далеко слышно выстрелы ой блин задолбали эти выстрелы походу я вообще скоро никуда не буду выходить с чарли потому что ближе к праздникам начинаются петарды вот это все иду по улицам кстати и поу решил у нас вот там вот есть магазин румынский вот ну продукты румынские с нашими очень схожи и многие русские девочки за колбасой ходили в румынский магазин я сама пару раз там ходила в общем а наша русская девочка тоже она русские продукты продают в альмуне открыла тоже здесь где то магазин теремок называется но она как-то не каждый день работает а не знаю как она работает в общем надо посмотреть напротив кавера она говорит а где здесь каверан я чуть не помню особо по-моему на той а нет тут 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 где то прямо напротив вот этот каверан это продукт продуктовый магазин вот и где то вот здесь она просто посмотреть за открыто не открыто а вот наверное она по моему даже открыто да вон семечки русские ну-ка ну-ка а я тебя тут ищу я тебя даже засняла говорю пойду к крестинке схожу тут она не тут но ты только открываешься же все я думаю в воскресенье или в понедельник поэтому аааа ну во видишь как я тебя нашла в общем шла шла я в русский что вы с пустыми руками думаете вышла нифига взяла зефирчик ванильный обожаю зефир это вообще это я обожаю его луком мужу понравился очень луком вот такой вот разноассорти говорю давай я буду этот чайник чистить лимонной кислотой а она такая а у меня есть средства для чайника я говорю химия небось я такая ну да наверное я говорю нет лимонная кислота это проверенное средство и натуральный продукт ну и чай сейчас уже буду себе заваривать чай это вот малина с вишней мне кажется должен быть вкусным гринфильд у меня там еще принцесса нурии есть но как-то принцесса нурии мне не особо понравилось где ножик надо резать буду убить распаковка чая друзья ха 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 тоненька не распаковывал чай вот я первая наверное хотя нет в этой жизни уже быть первым очень сложно как он тут открывается господи что это такое для дураков таких как я 150 пакетиков ей богу так понюхать хочется мой как пахнет вкусно вкусняшку буду пить все ну там еще зашла в парикмахерский магазин кое-что для работы купила люди конечно у я прям знаете спортивной форме как ходила так и ходила вот потому что мне на завтра сижу я такая значит дома сегодня в обед наверное или не знаю во сколько времени было и вижу звонок на телефон и написано Англия и там длинный телефон в общем с Англии звонят я не удивлена потому что знаете ко мне ходят клиенты вот они приезжают и звонят мне с номера французские номера английский канад канада ну там прямо написано там какая страна звонит вот ну чё температуру меряют на всякий пожарный 36 1 о май год вот и входящие то бесплатные поэтому пускай она сама платит да я поднимаю трубку и понимаю что со мной разговаривают ну вот знаете сделали перевод на листочке там или там на телефоне и титу почитают вот текст и значит она на лоуманом испанском здравствуйте я не говорить по-испански я хотеть парикмахера парикмахерская ну ей такая ну да тип она такая прочитать сообщение прочитать сообщение окей я такая прочитается ну такая ей окей она и она такая астало его а прочитать сообщение пожалуйста окей я такая окей и все и положил трубку астало его и положил трубку я такая не поняла я там обычно знаете как звонят когда не знают но испанские говорят уж слово подстричь там покрасить они выучить выучат а тут ничего она просто прочитать прочитать сообщение парикмахерская я хотеть парикмахерской ну я жду кто-то мне все шлет я тут все жду жду подружка я тут все жду 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 когда будет продолжение что она хочет она ничего не хочет messenger пор фавор пожалуйста мессенджер думать что она от меня хочет ну положил трубку и такая не в непонятках думаю может ошиблась номером или чё потом вижу меня сообщение не не ватсап не там не на почте а тупое сообщение чтобы мне кажется вообще никто не пишет я залезла и там же значит тоже наверное видимо она перевела и так переводчиком отправила скажите мне ваши часы мне нужно подстричься и рефлехус может это означать может эмилирование может быть и тонирование в общем все что угодно может быть может значить и в общем она написала что дуя я и не стала чё писать да не написала ей что в пятницу нет завтра в четыре часа я смогу юан и а еще она написала урхенты то есть ей надо срочно ну я и завтра написала на завтра в четыре часа окей евреев английское слово она она мне написала потом окей я не стал еще ничего не переслать потому что а сообщение уже платные это все-таки на англии в англию от это отсылается точнее на английский номер и потом я залезла в приложение говорю сколько с меня взяли за сообщение одно сообщение сорок четыре копейки 45 почти копеек вот так что представляете завтра а ну что подстричься я пони то есть она не менее по испански с одной стороны хорошо мне не надо ее развлекать будет с другой стороны чем там будет сидеть к ну понять я ее пойму потому что но наш приготовиться либо в этих случаях клиенты приходят либо с фотографией либо на листочке и там или на телефоне уже не написано что они хотят поэтому это не проблема и обычно всегда уходят довольны потому что во первых в испании намного дешевле парикмахерские услуги во вторых им нравится как я работаю а вот потому что у меня уже есть клиенты иностранцы уже много-много лет ко мне ходят так что вот так но просто или когда я пипела и трубку положила я тоже и сижу жду когда она мне будет говорить что она хочет она и я такая не поняла говорю юмора что это было а потом гляжу у меня если это сообщение так пошла пить вкусный чай все время забываю включать свою красоту упс вот новый год нам чится скоро все случится будет веселиться холодно на улице-то прохладненько так градусов 14 наверное так вот такая красота и я в халате тра-та-там тра-та-там мы ведем к саду кота вот такой мотор тонкий буду с вами прощаться до завтра потому что я пойду сейчас в душ принимать душ чистить зубки готовиться к завтрашнему дню так что все самое лучше всем пока пока